Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ в студии Елена Камалова. Сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Мандарины, ананасы и даже арбузы. В городе начался новогодний ажиотаж. Одно из самых популярных блюд на новогоднем столе – салат оливье. Сколько стоит его приготовить? Об этом узнала Эльмира Гайнудинова. Помощь каждому. Помимо сладких подарков, семьям военнослужащих вручат продуктовые наборы. Подробнее о материале Христины Балабановой. Не видят вдали и вблизи. Чем опасна дальнозоркость у детей, узнаете в сюжете Лисанга Драшитовой. Апельсины, мандарины, огурцы и помидоры – это лишь небольшая часть того, что сейчас пользуются повышенным спросом. Как отметили сотрудники одного из оптовых рынков, не успевают привезти товар, как его моментально раскупают. Сегодня наша съемочная группа также отправилась на рынок, чтобы узнать, насколько поменялись цены. Виноград, помидоры, огурцы и по несколько коробок. Захид Юсифов – сам предприниматель. Приехал в Челны из Елабуги для того, чтобы пополнить запасы. По его словам, покупатели начали активно готовиться к Новому году, поэтому товар не залеживается на прилавке, быстро раскупают. Сегодня я куплю пять коробок помидоров, огурцы, ягоды к Новому году. Как отмечают специалисты, ажиотаж начался еще утром в 6 часов утра до открытия магазинов, потому что здесь товар приобретают не только покупатели, но и предприниматели из ближайших городов и районов республики. Покупательская способность перед праздниками возросла, поэтому пришлось увеличить заказ на овощи и фрукты из-за возросшего спроса. В этом году особенно спрос идет на фрукты перед праздником. Ну, где-то увеличили поставки товаров, фруктов и овощей 2-2,5 более раз. И это, думаю, еще придется увеличить за эти дни. Впрочем, поставщики тоже не дремлют, поэтому растут и цены в среднем на 20-30%. Помидоры стали дороже на 50 рублей, и сейчас их можно купить за 250. Грибы повысились в стоимости на 80 рублей и достигли отметки в 300 рублей за килограмм. Перед праздником остается где-то 4-5 дней, уже цена, естественно, поднимается на все 20-30 рублей. И основной спрос идет, ну, можно сказать, на любые фрукты. В первую очередь, мандарин. Так, абхазские мандарины стоят 180 рублей, а раньше были на 30 рублей дешевле. Как отмечают предприниматели, несмотря на высокую стоимость, один килограмм за 2,5 тысячи рублей, пользуются спросом и черешня. Поставляют овощи и фрукты из России, Бразилии, Турции, Перу и многих других стран мира. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости, Челны ТВ. Предновогодний ажиотаж чувствуется не только на рынке. В магазинах также небывалое количество покупателей. Одни приобретают продукты для праздничного стола, другие приехали за подарками. Моя коллега Эльмира Гайнудинова побывала в одном из магазинов. Предновогодний ажиотаж в магазине в самом разгаре. Уже с утра покупатели опустошают прилавки. К празднику список необходимого заметно удлиняется. Ведь добавляются те самые продукты из разряда «Не трогай, это на Новый год». Уже чувствуется наступление праздника, покупателей в магазине стало больше. Как видите, в каждом отделе достаточное количество, причем в рабочее время. Сегодня очень много людей в магазине, даже не ожидали. Видимо, все готовятся к Новому году, закупают подарки и продукты. С сыном мы вчера съездили, уже купили в другое место тоже. Но сегодня вот с женой поехали. Как говорится, надо все успевать. Некоторые покупатели отметили, длиннее стали не только очереди кассы, но и цены поменялись. Вот сегодня зашла в магазин. Нужно же к Новому году семья придет, стол накрыть. Да, цены заметно повысились. Будет гораздо дороже, чем в прошлом году отмечать. Пришли закупаться именно для Нового года. К сожалению, да, было повышение цен и довольно-таки заметно для среднестатистической семьи. В списке покупок у челнинцев мандарина, ананасы, причем некоторые берут сразу ящиками, шампанское и многое другое. Но, пожалуй, наиболее популярным блюдом на новогоднем столе остается салат оливье. Поэтому наша съемочная группа решила провести эксперимент и узнать, в какую сумму он обойдется. Я уже набрала ингредиенты для приготовления салата оливье. Стоит отметить, что я выбирала только те товары, которые шли либо по акции, либо по сниженной цене. Поэтому моя корзина сегодня составляет 623 рубля. Это минимальная цена лишь в одном магазине. Между тем, ажиотаж в торговых точках продлится до конца декабря. Мы также решили провести опрос в наших соцсетях и выяснить, собираются ли горожане готовить оливье для новогоднего стола. Оказалось, что 69% каждый год готовят этот салат. И, видимо, в этом году они не собираются делать исключений. 13% опрошенных решили отказаться от классики и разнообразить блюда. Столько же процентов подписчиков выбрали вариант «Никогда не готовила этот салат». И еще 5% респондентов собираются купить или заказать оливье. Проверять зрение необходимо не менее одного раз в год, особенно у детей, советуют медики. К примеру, не стоит игнорировать дальнозоркость. Нарушение зрения может привести к косоглазию и такому заболеванию, как ленивый глаз. На какие симптомы необходимо обратить внимание в нашем сюжете? Слушаю вас, что беспокоит. Ничего, просто у нас план был осмотр. На осмотр неясы Дрисов приходят каждые полгода. 11-летний мальчик страдает от дальнозоркости. О том, что у ребенка плохое зрение, выяснилось на медицинском осмотре перед поступлением в школу. Я хочу, чтобы мое зрение вернулось и я буду здоровым. По статистике второй детской поликлиники, только в прошлом году среди всех заболеваний глаз количество детей с дальнозоркостью составило 30%. Гиперметропия, по-другому дальнозоркость, это нарушение рефракции, это даже не заболевание. То есть, получается, когда свет падает на глаза, луч света, он не останавливается на той точке, на сетчатке, где он должен остановиться, а останавливается за сетчаткой. Все дети с рождения дальнозоркие, и до определенного возраста это может быть нормой, говорит врач-офтальмолог. Главное, чтобы показатели были не сильно превышены. Дальнозоркость у детей очень коварное нарушение зрения. Она может протекать в скрытой форме. Поэтому врачи-офтальмологи рекомендуют родителям обращать внимание на такие симптомы, как головная боль, быстрая утомляемость, частые воспалительные заболевания и плохой почерк. При дальнозоркости слабой степени школьникам, как правило, назначают очки. Они хорошо разгружают глаза. При средней и высокой степени ребенок должен носить их постоянно. Лисанг Абдрашитова, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ. К теме происшествий. ДТП со смертельным исходом случилось сегодня около трех часов ночи на Альметьевском тракте. Там столкнулись газели ВАЗ-2114. По предварительным данным, 38-летний водитель газели при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с легковушкой под управлением 27-летнего мужчины. В результате последний от полученных травм скончался до приезда скорой. Водитель газели был доставлен в БСМП. После осмотра врачами его отпустили домой. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5%. И получайте кэшбэк за ежемесячное покошение. Оставьте заявку на akbars.ru Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Чабыча, красная икра, белоребица, все от производителя. С 26 по 31 декабря. ТЦ Грин, первый этаж, остановка «Глобус». Откройте вклад в Акбарсбанке И получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники Или 3 тысячи рублей на продукты Подробнее на akbars.ru Компания «Эко». Окна и потолок – ваш уютный уголок. Установка натяжных потолков любой сложности. Монтаж за один день. Акция. При заказе потолка – карниз в подарок. Звоните. 8-917-922-30-09. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Новая церковь для всех сельчан. Храм в селе Шильнебаш приобрел полноценный вид. На его крыше сегодня установили купол. Этого события жители поселка ждали долгие годы. Христина Балабанова продолжит тему. Возведение храма в селе Шильнебаш было приостановлено еще в 2015 году из-за нехватки финансов. Жители Тукаевского района пытались собственными силами ускорить строительство. Но возобновить работу удалось лишь в 2022 году. Были установлены двери и кровля. Вставлены окна. Конечно, рады, поскольку это же весомое событие. Установка купола на храм. Вся душа и сердце у нас в этом храме. Дай Бог, чтобы все завершилось. И мы пригласили гостей, открыли наш храм. Большую поддержку в строительстве храма оказал предприниматель Владимир Бухарев. Село Шильнебаш – его малая родина. Без храма, как без души, утверждает мужчина. Объединяющего начала в селе нет как такового. Думаю, что все-таки церковь, мечеть – это вещи, которые людям приносят какое-то обогащение души. До сих пор благослужения в селе совершались во временном маленьком деревянном сооружении. Теперь в новом храме места должно хватить всем. Елки собирают детвору набережных Челнов. На этот раз ДК «Энергетик» показали новогоднее представление. Поздравить мальчишек и девчонок приехали депутат Госдумы Альфия Кагогина и градоначальник Наиль Магдеев. Кого позвали на елку мэра? Ответ в нашем материале. ДК «Энергетик» собрал ребятишек, которые были вынуждены оставить родные дома в Мариуполе. ДК объединил также мальчишек и девчонок, чьи папы сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Как признаются мамы и бабушки детей, они хотели подарить им Новый год, чтобы хоть немного было ощущение праздника и вера в чудо. А они стараются улыбаться сквозь слезы. Мы ждем его, главное, чтобы он нам вернулся. Папу ждем, да? Да. Главное, чтобы он был живой, здоровый. Все ребята вернулись живыми, здоровыми, да? Мы их ждем всех. С кем ты сегодня сфотографировал здесь? Кого видишь? Я видела День Мороза, Снегурочку, Зайца. Как у тебя настроение? Хорошее. Со скорого Нового года я вот пришла с мамой на спектакль, посмотреть, как будет. Я пришла сегодня со своими детьми. Настроение, естественно, предпраздничное. Дети очень рады, что могут посетить такое мероприятие, потому что не всегда есть возможность их куда-то вывезти. Первый год мы встречаем Новый год без мужа. Мы с детьми пришли сегодня посмотреть спектакль. Перед представлением ребята вместе с родными успели пофотографироваться и пообщаться с любимыми персонажами. Мы сегодня дарим новогоднее настроение детям, чтобы они хорошо провели свой день, получили новогоднее настроение. Они подходят там фотографироваться, мы им с радостью оказываем поддержку некую в честь Нового года. А спектакль – новогодние приключения Буратино и Карабаса-Барабаса. Музыкальная постановка с любимыми сказочными персонажами. И, конечно, главные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Злодеи, конечно, пытались помешать празднику. Но, как известно, добро всегда побеждает зло, а тайное становится явным. Вот и в этой сказке все завершилось благополучно. Эльмира Гайниудинова, Сергей Вильданов, Новости, Челнэй ТВ. Более тысячи семей военнослужащих получат адресную поддержку. Помимо новогодних подарков, родным воинов вручат продуктовые наборы от мэра города Наиля Магдеева. Подробнее далее. Чай, кофе, сладости, консервы и не только. Такая адресная помощь в каждую семью военнослужащего. А еще дети воинов смогли побывать на елке мэра, и им были вручены сладкие новогодние подарки. Когда мы провожали наших ребят из ДК «Энергетик», у них одна была просьба, когда мы другую руку жали, они говорили, вы наши семьи не забывайте. Я им обещал, и мы это обещание, безусловно, будем выполнять. Продуктовые наборы будут переданы через главы районов. В центральном таких семей 387, в автозаводском 358. На территории Комсомольского района 331 семья, чьи мужья и отцы, папы, в настоящее время исполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Вручать посылки от мэра города будут вплоть до наступления главного праздника в году. Но, по словам организаторов, они постараются уложиться в более ранние сроки. До 30 декабря включительно. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости, Челно ТВ. Икра и рыба Камчатская продолжают радовать челнинца. В гурманам доступен огромный выбор ценной дальновосточной рыбы. Приобрести к новогодним праздникам чавычу, белорыбицу и настоящую икру можно до 31 декабря включительно в торговом центре «Грин» на первом этаже. Выставка продажи «Икра и рыбы Камчатская» продолжает радовать свежими деликатесами к Новому году и не только. Ведь не за горами и Рождество. Сложно представить праздничный стол без красной икры. В первые часы работы уже собралась очередь из покупателей. Купить хорошую свежую рыбу в городе не так-то просто. А на выставке продажи «Камчатской рыбы» можно быть уверенным в качестве продукции. Ну икра свежая, не то что в банках. Это вот к Новому году взял. Специально за рыбкой, за икрой. Ну к Новому году сам Бог велел. Невестка приезжает. И говорит, папа салат с красной рыбой. И посмотрел там вот этот красная рыба, сверхкусиковой. Вот этот день на салат купил. Выставка-ярмарка «Икра и рыба Камчатская» в этот раз привезла для чулнинцев более 35 видов рыбной продукции – холодного и горячего копчения. Чтобы рыба сохранила вкус, хранить ее нужно в пергаментной бумаге, а икру – в стеклянной банке. Если не собираетесь есть сразу, можно заморозить. Хит-продаж у нас в Чавыча. Царица лососевых рыб. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир. Омега-3, омега-6. В ассортименте есть таймень, клыкач, белорыбец, апалтус, тунец, белуга. Очень большой выбор у нас. Очень хорошая икра у нас, прям крупнозернистая к новогоднему столу. Успейте приобрести деликатесы для новогоднего стола и Рождества. Икра и рыба Камчатская будет работать до 31 декабря включительно в торговом центре «Грин» на первом этаже. Вход со стороны Автозаводского проспекта. Это все, о чем мы успеваем рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды, сразу после него новости на татарском языке. На этом у меня все. Увидимся на нашем телеканале. Продолжение следует...